Мне 80 лет, я топаю сюда. Шофера смеются, как над дурочкой надо мной. Соломея Литвинова собирается силами перед каждым походом на автобус. Еще полгода назад остановка стояла прямо у ворот садоводства. Теперь же в паре сотни метров от него. Для пожилых путь долгий и для всех абсолютно опасный. С какой скоростью вас тут гоняют? С положенной, с разрешенной скоростью 90-100. У нас одну женщину зацепило хорошо. Стала обгонять автобус. И она меня зацепила. Слышу грохот стекла. И вот она об руку, зеркало разбилось. Участок оживленный. Он идет через десяток садоводств под Новоалтайском. В 2021 году эту дорогу отремонтировали. Но вместе с асфальтом изменили расположение автобусной остановки. У садоводства надежды убрали и принесли к воротам соседнего СНТ. В ходе ремонтных работ в целях предотвращения угрозы безопасности дорожного движения и возникновения транспортных происшествий и их последствий, влекущих за собой причинение вреда жизни и здоровью граждан, был произведен демонтаж несанкционированно установленных объектов, расположенных на обочине данной автодороги. А 30 лет до этого остановочный павильон стоял здесь, говорят садоводы. По каким нормам был ликвидирован наш павильон, никто не может нам ответить. Все отписываются на какие-то нормы, но никто этого не может сказать. Я открывал интернет. Маршруты города Новоалтайска по остановочный павильон, он также находится на прежнем месте. Но больше всего людей возмущает, что перенеся остановку, о безопасности никто не подумал. По словам садоводств, в различных ведомствах им даже говорят, что это федеральная трасса и скорость там допустимо выше. Но в Минтрансе региона нам пояснили, что это участок города. Было озвучено, что скоростной режим должен быть 60, так как это черта города. Однако ни знаков, ограничивающих скорость, ни пешеходного перехода там, где люди ходить привыкли, ни безопасного тротуара вдоль дороги нет. Неужели стоит ждать первых ДТП, возмущаются садоводы. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком.